Здравствуйте! В эфире телеканал ЖТСУ. Вы смотрите программу сегодня в студии журналист Антон Хатиновский. Ну а разговор у нас сегодня пойдет о самом важном политическом событии на горизонте Казахстана. Это грядущий референдум по внесению изменений в Конституцию Республики Казахстан. И с тем, чтобы поговорить об этом важном политическом и знаменательном для всего народа Казахстана событии, мы пригласили к нам в студию Закиржана Пермухамедовича Кузиева, депутата мажориса парламента от Ассамблеи народа Казахстана, выходца из нашей Алматинской области. Итак, здравствуйте, Закиржан Пермухамедович. Добрый день. Первый вопрос такого к вам порядка. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день, насколько мне известно, вы уже провели целый ряд встреч. Как встречает народ депутатов? О чем говорят, о чем просят, собственно говоря? И как относятся к тем поправкам, которые сегодня предлагаются внести в нашу Конституцию, в наш основной закон страны? Добрый день. Во-первых, хочу поблагодарить вас за то, что вы меня сегодня пригласили в студию. Ну, вы знаете, я, во-первых, хотел бы поблагодарить весь наш ЖТСУ о том, что мне такое доверие от Ассамблеи сегодня избран мажорис депутата парламента. И я думаю, что это благодаря нашей Алматинской области, благодаря нашим, будем говорить, соратникам, людям, которым долгое время мы работали в этой области. Поэтому, пользуясь случаем, хочу всех поблагодарить. Во-вторых, вы знаете, президент подписал указ о проведении референдума по поправке в Конституцию. Ну, Конституция у нас была в 95-м году она была, референдум был, там был подписан. И вот сегодня уже прошло 27 лет. За эти 27 лет, вы знаете, было 4 поправки в Конституцию. Но они были проведены без референдума, проводили в мажорисе парламента путем голосования. И если мы посмотрим, отличие, будем говорить, той Конституции от этой Конституции, вот как раз является тем, что все 4 поправки усиливали позицию президента, если мы его проанализируем. В этой Конституции президент целенаправленно ставит задачу о раздаче своих полномочий, будем говорить, распределению своих полномочий между мажорисом и народом. И вот здесь, конечно, возникает вопрос, какие же полномочия сегодня президент своей отдает. Но первое, вы знаете, сегодня уже реформы начались, они не только с подписания Конституции. Президент уже снял свои полномочия, ушел от председателя партии. Я думаю, что это тоже большое достижение, это задача, он и это объяснял. И сегодня в Конституции это он закрепляет, говорит о том, что президент не имеет права быть в какой-либо партии. Второе, центры, члены избиркома не могут быть в партии. Акимы областей, зам Акима областей не могут быть в партии. МВД, КНБ, то есть те структуры, которые могут влиять на выборы, они уже должны быть беспартийными. И президент ставит сегодня эту поправку, объясняет тем, что президент является гарантом Конституции. И все партии для него должны быть одинаковые. Я считаю, это большое достижение сегодня и изменение в этой Конституции. Потому что когда человек, мы все были в разных выборах, мы участвовали в этих выборах, мы знаем все это, как проводилось. Но учитывая вот эти все факторы, президент сегодня, в общем-то, потому что все партии политические, которые сегодня будут выдвигаться в дальнейшем, если Конституция примется, будут выдвигаться, это такие же граждане Казахстана, казахстанцы, которые основную, будем говорить, задачу своей партии ставят, это увеличить благосостояние народа, развить наш Казахстан. И поэтому я думаю, что это очень правильное решение. Второе, конечно, это полномочия. Я сам дважды был депутатом, вы знаете, Алматинской области. И всегда, когда у нас выбирались Акимы в области, Акимы района, процедура была примерно такая. Президент давал на согласование у Маслехат одну кандидатуру, и Маслехат должен был эту кандидатуру или отклонить, или же принять. Ну, естественно, когда есть одна кандидатура, альтернативы нету. Маслехат в основном... Своего рода театр одного актера. В основном, в своем, должен был соглашаться с тем или иной кандидатурой. Хотя, кто-то, может быть, и недоволен был, но раз нету другой альтернативы, мы голосовали за. Вот в новой конституции сегодня четко прописывается в том, что президент говорит о том, наша конституция уже говорит о том, что теперь президент Маслехат дает минимум две кандидатуры. Это может быть и три, может быть и пять, может быть и десять. Я считаю, чем больше будет кандидатур, тем будет больше конкуренции. И это касается не только Акимов области, это касается Акимов района, и я думаю, что в дальнейшем Акимов поселков. И где уже вы можете выбрать из каждой... Я считаю, что, наверное, это так и будет, что каждый кандидат уже представит свою программу по развитию региона, как он ее видит, в каком ракурсе это все будет продолжаться. И тогда уже избранники народа могут четко сказать, или у него есть выбор, или за этого кандидата, или за этого кандидата. То есть появляется уже конкуренция. Отсюда выходит вопрос теперь, какие огромные полномочия даются Маслехату. То есть, когда он уже определяет, даже он выбирает Акима, и он может представлять Акима, и так далее. Для него тоже ответственность огромная. Теперь как раз мы сегодня разъясняем народу о том, что мы теперь правильно должны избирать избранников народа. Именно Маслехат сегодня будет играть ключевую роль в регионах. Потому что сегодня, вы знаете, бюджет области, бюджет района передается Маслехату. Маслехат определяет. Конечно, я считаю, это огромные изменения вообще в статусе Конституции. Потому что мы же сейчас говорим, из 98 статей 33 изменяются. Это почти треть Конституции сегодня меняется. Но вопрос не в этом, вопрос самой сути Конституции. Сама суть Конституции меняется. Понимаете, и когда вот такие огромные полномочия дают Маслехату, теперь мы должны задуматься, какие люди должны быть в Маслехате. Понимаете, избранность этих Маслехатов, мы знаем, мы все 30 лет нашей независимости, мы неоднократно проходили все эти выборы и так далее. Как оно шло, какими технологиями пользовались там и так далее. Поэтому вот президент первую задачу поставил, что государственные структуры, влияющие на выборы, они не должны быть заинтересованы в какой-либо партии. Они заинтересованы в грамотных людях, в тех людях, которые сегодня хотят работать и что-то сделать для нашей страны. И мы вот сегодня как раз в преддверии Конституции разъяснения, мы вот это людям разъясняем, что теперь мы должны к этому подойти совсем очень такой ответственностью. А насколько люди вот это понимают, что сегодня они действительно могут сыграть историческую роль, я не побоюсь этого слова, в дальнейшем становлении, в дальнейшем пути нашего нового Казахстана. Ну вы знаете, демократический путь, он очень такой непростой. И естественно, за эти 30 лет у нас всякое было. И люди, конечно, есть люди скептические к этому относятся. Кто-то этому не верит, кто-то говорит, это очередные выборы и так далее, и так далее, и так далее. Конечно, разные мнения, каждый, ну это, я считаю, это нормально. Люди должны иметь разные, но наша задача сегодня, почему вот мы с 10 числа по сегодняшний день уже объехали практически 10 районов. Это не районов, которые там центровых, да, мы по поселкам, мы были даже в тех местах, которые говорили сегодня, мы не видели депутатов, мы думали это роботы, а не люди. Понимаете, то есть в таких отдаленных участках, и мы людям вот это вот пытаемся сегодня разъяснить, что есть изменения, что новый Казахстан вот как раз сегодня приходит. И каждый голос, каждый человек сегодня может выразить свое мнение и сделать что-то для нашего Казахстана. Мы, много вопросов возникает, как где наш новый Казахстан, как его, мы говорим, увидеть, пощупать и так далее, но для этого у меня один ответ. Новый Казахстан мы должны делать сами, да, он новый Казахстан, он не появится просто из откуда-то, да, мы все 30 лет сегодня ждали, что к нам приедут американцы, инвесторы, китайцы, японцы, корейцы, построят нам заводы, фабрики, дадут нам работу, улучшат наше благосостояние. Но мы глубоко ошибались, что я считаю, что это все должны делать мы сами. И поэтому новый Казахстан говорит о том, чтобы наши люди, те люди, которые сегодня душой болеют за нашу страну, они должны выходить и это делать. И многим я сегодня говорю, для того, чтобы эта почва была, для того, чтобы была такая возможность сегодня, вы знаете, вот это инстаграм, фейсбуки, много людей за это время дают советы. Какие-то вещи говорят, да, порой хорошие, а порой очень отрицательные, да. И сегодня наша Конституция как раз позволяет здравым людям, которые сегодня дают хорошие, будем говорить, такие рекомендации и советы, не просто давать советы в интернете, да, а выйти в народ, дать свою программу. Мы же сейчас, почему я начал именно с маслехатов, потому что маслехаты, это двигатель сейчас будет всего, потому что люди, вы знаете, сегодня вот как у нас система была построена. Поселок дает район потребность, район дает область, в области в районе никогда денег не хватает, отдаем в республику, в республику, в министерство. И такими шагами мы годами проходим к тем вопросам, которые сегодня есть непосредственно в аулах. Вот президент в этой Конституции, почему отдает бюджет, будем говорить, району, чтобы маслехат, потому что денег всегда не будет хватать. Такого не бывает, ни одной страны мира нету, где деньги есть излишки. Но их нужно правильно распределять, нужно определить первые задачи, вторые задачи. Это как в любой нормальной семье, если мы сегодня имеем в кармане деньги, мы же все одновременно ничего не покупаем. Мы сначала определяем какой-то план по потребности, по важности будем говорить. Поэтому это может определить только народ, который там живет. Никто в Астане, ни депутаты, ни министерства, сидя там в кабинете, мы не можем знать, что творится кигине, что там первоначально, а что не первоначально. Дают 10 вопросов, мы посмотрели, посчитали, денег на 3 вопроса хватает, вот эти 3 вопроса отметили, туда отправили. А может эти 3 вопроса могли бы потерпеть, а те 7 вопросов, которые сегодня в жизни не обходят, это мы не даем возможность местным властям определять это. Поэтому вот в этой конституции сегодня говорится о том, что вот эти полномочия даны, которые Маслихату, Акиму, он теперь сам может у себя определять этот бюджет и распределять деньги так, как он считает нужным. Поэтому здесь должен быть мощный, сильный Маслихат. А для того, чтобы теперь вопрос у людей тоже возникает, а кто будет в Маслихате? Вот как раз вот конституция сегодня позволяет любому человеку с возрасте 18 лет сделать свою программу по развитию, пожалуйста, аула, региона, области, выйти с этой программой в народ и получить, будем говорить, поддержку народа. Получит, не получит, это другой вопрос. Если народ его поддержит, если народ ему даст квотам доверия, он может стать и Акимом, и в Маслихат пойти, и в Мажилис пойти, и пойти любые гос. Ну мы же не говорим о том, что все должны быть Акимами и депутатами. Я думаю, что каждый человек на своем месте, он должен делать новый Казахстан. И мы не должны ничего ждать. Вот это вот анализ, будем говорить, нашей поездки сейчас, вот мы тоже анализируем в районах, везде почему-то у нас вот такое вот отношение, что новый Казахстан должен прям появиться завтра. Вот мы сказали, и он должен появиться. А мы будем в сторонке стоять, а там пусть опять умный мужик вверху решает. А мы просто будем давать советы, что нужно делать так, поэтому я считаю, что сегодня кончилось то время, когда мы в интернетах еще, да, может быть законодательно не позволяло простым людям выйти на это дело. Вот как раз, почему мы сейчас разъясняем важность этой Конституции и изменение сути Конституции, да, это передача всей практически от центра к регионам. Вот это вот основная, будем говорить, миссия этой новой Конституции. Я знаю, что вы долгие годы, вы сами об этом сказали, в политике занимались, ну, то есть и сельхозник, вы прошли большой путь, прежде чем стать, скажем так, политиком в нормальном этом слове. Скажите, пожалуйста, для вас, что самое главное в конституционных сегодня поправках? Что, чего вы ждали все эти годы, помимо вот этих вот переизбраний, избранностей, что сегодня народ получает право голоса? Может быть есть что-то такое личное, чего вы ждали все вот эти 30 лет? Ну, вы знаете, во-первых, я думаю, что я ни одного дня в государственной службе не работал. Всю жизнь я работал в бизнесе, Алматинская область нас очень хорошо знает. У нас работает только в Алматинской области полтора тысячи человек, а пока в общем группе компаний у нас работает более трех тысяч человек. Я считаю, что каждый руководитель, который руководит людьми, он уже политический деятель. Почему? Потому что это люди, это как раз решение этих проблем, этих людей, и это и является. Быть руководителем и не быть политиком, это парадокс, такого не может быть, потому что он по сути уже политик, потому что он решает какие-то социальные вопросы. Даже в своем, будем говорить, в том участке, где он это руководит. Поэтому сказать, что я там большой политик, конечно, нет, но я в своей жизни очень много сталкиваюсь и работал. Я считаю, что вот эта вот работа, которую я сегодня делал в свое время, это вся она является именно политическая, социальная, где-то и социальная, где-то и производственная и так далее. Поэтому я думаю, что нельзя отрывать производство от политики. Это же такие же люди, которые живут в нашем пространстве. Поэтому я думаю, что каждый руководитель это политик. А какая поправка именно для вас была долгожданной? Ну, я думаю, что сказать, вот эта поправка, которую мы всю жизнь ждали, я думаю, здесь суть нужно смотреть. Здесь нет какого-то конкретного пункта, который бы сказал, да, вот этот пункт. Ну, знаете, люди у нас смотрят как-то несколько узконаправленно на Конституцию сегодня и разглядывают ее таким образом. Вот этот пунктик мне не нравится, вот этот бы я поменял. Но вот мы сейчас же не можем говорить по пунктикам, по каждому из них. Мы говорим в целом ее. Но если мы говорим в целом о Конституции, что мы опять говорим? Если мы все эти 33 статьи, которые сегодня вносятся изменения, будем скубируем, да, там в основном передача от перехода суперпрезидента, полномочий суперпрезидента, к нормальному президентскому правлению с нормальным мажористом и правительством. Это первое. Второе. Передача максимально возможной власти на места. Вот это, вот если ее будет, а все остальные статьи как раз позволяют вот эти вещи делать. Вот то, что я говорил, и маслехаты, и передача бюджета, да, там уменьшение полномочий, влияние президента на Сенат, на судей. Вы знаете, там тоже много есть поправок по Конституционному суду, он тоже впервые у нас появляется. Вы знаете, Конституционный суд раньше могли обращаться только государственные органы. Сегодня в новой поправке говорится о том, что Конституционный суд может обратиться любой гражданин Казахстана. Это уже тоже большое достижение. По правам человека появляется представитель по правам человека, вы знаете, да. Теперь был у нас раньше один человек, ну, в общем-то, никаким большим статусом не закрепленный и так далее. Сегодня в Конституции говорится о том, что этот орган будут усиливать, и любой, в каждой области будет сидеть представитель по правам человека. И каждого человека, который считает, что его права были ущемлены, он может обратиться в этот орган, и этот орган, и он напрямую подчиняется, назначается Сенатом, да, согласовывается и подписывается это президентом. Я тоже думаю, это большое достижение, это тоже мы говорим о том, что вот слышащее государство. Как государство должно слышать? Государство должно слышать через своих представителей. Один из органов, это вот депутаты тоже, вот мы ездим на места, для чего? Для того, чтобы услышать, да, а это вот будет человек, который именно будет на местах. Те, где нарушается закон, они могут там подключиться. Вот, действительно, замечательная поправка, вот мне тоже как-то ближе по душе, потому что долгое время я работал в криминальной журналистике, и когда человек, вот бы мне бы туда, бы вот обратиться в Конституционный суд теперь, конечно, да, в случае принятия вот этих всех поправок, я думаю, что это станет не каким-то фантастическим, а вполне реальным и достижимым. Скажите, пожалуйста, какие планы дальнейшие, то есть сколько вам еще предстоит провести встреч, сколько, куда вы сейчас направитесь? Ну, сегодня, вы знаете, президент сегодня четко дал направление, по которому мы должны сейчас двигаться. Реформы, они не начались только сегодня, они уже начинаются, уже часть реформ уже практически проведена. Я думаю, что после принятия Конституции уже до конца этого года мы увидим большие изменения. Даже если мы, дай бог, подпишем Конституцию 5 июня, у нас, вы знаете, Алматинскую область сегодня тоже, две области делится, Джетесуйская, Алматинская, следующего Акима Джетесуйского области, возможно, мы будем уже согласовывать по статье новой Конституции. Возможно, да, поэтому вот она уже начинает работать, будем говорить, да, поэтому я думаю, что это не за горами вот это все. Второе, конечно, то, что вы говорите, мы с 11 числа, вот по сегодняшний день, как я вам сказал, мы 10 регионов объездили, сейчас побывали, практически в день у нас 7-8 встреч. И это с трудовыми коллективами, со школами, с техникумами, с крестьянами, с этнокультурными центрами, которые есть на местах, вы знаете, Алматинской области живет 132 нации и национальности. И поэтому мы должны учесть каждого мнения в этом вопросе. Второе, мы говорим о том, что в этой Конституции есть еще 18 дней, то есть через 18 дней будет референдум. И мы говорим, если у вас есть какие-то вопросы, вы хотели бы что-то туда дополнить или что-то вы хотите изменить, пожалуйста, мы даем возможность людям тоже подключиться в этот процесс. И мы это все, вот мы ряд вопросов собрали, я думаю, что мы 22-го будем уже в Нур-Султане, в Мажелисе, и мы в штаб все эти требования. То есть получается то, что вы сейчас занимаетесь не просто пропагандистской работой, а собираете мнение народа, то есть подготовка к референдуму, учитывая мнение народа. То есть еще возможно то, что появятся какие-то новые поправки. Совершенно верно. Или может быть что-то будет изменено дополнительно. Ну, вы знаете, как я вам сказал, наши коллеги считают по всему Казахстану, да, и поэтому после, как мы сейчас проведем 22-го, как я вам сказал, в Нур-Султане, мы отдадим все, у нас есть ряд предложений с нашей области, мы это все туда дадим, там это все обобщат, посмотрят, если действительно эти поправки сегодня нужны и посчитают его нужным, его могут туда включить. Есть еще время на это. А если не секрет, какие в основном поправки, что просит народ? Ну, вы знаете, много вопросов о земле. Конечно, земля, это вот особенно, мы сейчас вот ездим по поселкам, знаете, в свое время земли были, вообще в 95-м году в статье Конституции было, что земля принадлежит народу. Это был факт. Но когда вот эти четыре изменения были, которые мы сейчас говорили, да, где проводились поправки, в них было изменение, что землю можно продавать, можно в частную собственность и так далее. Но сегодня сказать это было хорошо или плохо, знаете, наверное, это будет неправильно, потому что на тот момент мы эту жизнь, мы тоже переживали эти годы. Мы тоже будем говорить ровесники той независимости, которая сегодня есть. И в то время, если бы не был бы, наверное, суперпрезидент, может быть, мы сегодня получили бы эту независимость, не получили, нельзя все отрицать. Я думаю, что мы к этому должны относиться очень бережно, да, и сама история покажет, не бывает людей, которые не ошибаются. Только Бог может не ошибаться, а люди все ошибаются. Посмотрите историю. Сегодня что говорят о Татурке, о других больших деятелях. Конечно, были ошибки, да, есть ошибки, но мы не должны терять и хорошее, которое за это время было. Вот много еще вопросов поступает, говорят, а почему мы Конституцию 20 лет назад, почему мы сегодня, после январских событий, мы это начали об этом думать и так далее. Я думаю, что, знаете, каждому есть свое время. И простой пример вам, если 10 лет назад у нас были простые телефоны, сейчас у нас с вами айфоны. И мы говорим, почему 10 лет назад айфоны не вышли? Понимаете, поэтому нужно время для этого. Нужно вырасти. Вырасти это, понимаете, и когда мы ходили простыми телефонами, мы радовались, мы говорили о том, вот то же самое и в этом процессе было. Конституция это организм, он должен развиваться, он должен соотнести. Мир меняется. Возьмите наши соседние страны. В 2020 году была в России реформа Конституции. Выбор. В Киргызстане было в 2021 году. То есть это не то, что мы что-то здесь придумали. Весь мир, да, есть Конституция. Мы сейчас говорим, 27 лет прошло. Следующая поправка или Конституция, когда будет? Через 20 лет, через 3. Будем ли мы в этом референдуме? Даже по этому поводу уже исторический момент. Спасибо большое вам, что вы нашли время в своем плотном графике приехать к нам в студию, ответить на наши вопросы, произвести небольшую разъяснительную работу. И я бы сказал спасибо вам за очень интересную беседу. И буквально пару минут у вас есть для того, чтобы обратиться к нашим телезрителям и что-либо им сказать. Я бы хотел сегодня обратиться, пользуясь случаем, всем соотечественникам, всему Казахстану. В первую очередь, конечно, нашей Алматинской области. Я думаю, изменения огромные. Всех прошу 5 июня прийти и выразить свое мнение. Да или нет? Это ваше мнение. Поэтому ваше мнение очень важно. Давайте будем вместе строить новый Казахстан. Спасибо вам за то, что смогли прийти. Но нашим телезрителям действительно, я скажу только одно, будьте политически активны, принимайте активное участие в жизни страны. И тогда действительно будет новый Казахстан. И все у нас будет хорошо. До свидания.